Между тем информацию по ДЖ сразу 180 тысяч голов пернатых на птицефабрике Северного Казахстана ветврачей не подтвердили. Официальное число павшей птицы оказалось значительно ниже. Утилизация и подсчет гусей, уток, куриц, зараженных птичьим гриппом в регионе продолжается. И появились новые факты. Подробно об этом Наталья Волкова. Телевидение, откройте пожалуйста. Попытки побеседовать с администрацией птицефабрики, где пало, как заявлялось ранее в прессе, порядка 180 тысяч голов птиц, оказались тщетными. Ворота закрыты, на двери вывеска, карантин. Охрана уверяет, что руководство отсутствует. Все, кто в это время подъезжал к птицефабрике, заметив съемочную группу, невозмутимо ретировались. Что же на самом деле произошло на фабрике, мы узнали только в управлении ветеринарии. Что касается Бишкульс птицефабрики, в период с 19 по 21 сентября, значит, на данной фабрике был зарегистрирован подъезж 41 тысячи голов птиц. Это официально по нашим данным составлением соответствующих актов. Сегодня только две из шести крупных птицефабрик региона имеют право на реализацию своей продукции. Что касается подворья, то на сегодня от птичьего гриппа пало уже более 11 с половиной тысяч домашней птицы. Умрут много, 700 голов. Все переживают, потому что куда девать, сейчас мяса некуда деть. У меня зять вот держит, ну вроде обещали дотацию какую-то, да, людям заплатить. Курение держу, поэтому. Только собирался вот купить домашних для экзотики. Ну и вовремя не купил, и дать. По словам специалистов управления ветеринарии, в ближайшее время выйдет постановление, согласно которому с подворья будут изыматься не только мертвые тушки, но и зараженные живые птицы. Пернатые будут уничтожаться, их количество заактируют. И после сельчане смогут получить компенсацию за все зараженное поголовье по рыночной стоимости птицы всех видов. Начал работать республиканский противоэпизотический отряд. Значит, начата установка дезинфекционных барьеров, заправка их. В нашу область прибыл передвижной инсинератор для уничтожения путем сжигания. Начата вакцинация птицы в 20-ти километровой зоне от очагов инфекции. Поголовно всей птицы, принадлежащей частному сектору. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована уже в 17 селах региона. По данным санэпидемиологов, определён круг контактных с заболевшей птицей лиц. Их количество приближается к 400. Вскоре их возьмут под медицинское наблюдение. Помимо домашней птицы, жертвами вируса становятся и городские пернатые. В парках и скверах жители встречают мёртвые тушки воробьёв и голубей. Наталья Волкова, Руслан Алиев. Итоги дня. Североказахстанская область.